белорусская национальная идея это иисус христос который говорит по-белорусски это кредо павла северинца с начала июня этого года павел сиренец снова в тюрьме сначала его посадили на 15 суток 15 суток превратились 75 суток и все равно он не на свободе в отношении него сейчас возбуждено уголовное дело сидит павел северинец не очень хорошо у него была попытка скрыть себе вены он сидел в одиночной камере без воды без отопления и мы сейчас не будем говорить о политических взглядах павла северинца когда он выйдет тогда и поговорим мы говорим сейчас о том как живется самым близким людей которые сидят в жодино в окрестина каково матери павла северинца татьяне северинец татьяна здравствуйте добрый вечер татьяна о вас написано в википедии что мама павла северинца учительница что вы преподавали и работаете ли вы сейчас я преподавала русский язык и литературу в 2007 году я участвовала в выборах местные советы за то что меня не зарегистрировали я судилась городской комиссии и это стало причиной что меня заставили мне заставляли уволиться но я не ушла я ушла по решению суда была провокация и за два года до пенсии я вынуждена была оставить работу меня уволили с этой же соответствующей записью в трудовой книжке учителя высшей категории вы разделяете практические взгляды вашего сына с самого начала вось гэта иисус христос який говорить по беларуску новый погляд изъявляется простейшей у один радок формой национальной идеи то есть можно сказать что самый короткий выпуск нашей программы сформулированная уже одразу национальная идея абсолю иисус христос говорить по беларуску а то есть беларуская национальная идея это вот нагорная проповедь я правильно понимаю калий брать вот концентрацию скажем можно сказать и так нагорная казань или по-белорусскому дело в том что наверное это к этому все шло потому что мой родной дед он православный священник прадед с другой стороны со стороны отца тоже православный священник ваша да действительно принял бога в тысяча девятьсот девяносто восьмом году когда он впервые оказался на володарке отличается ли нынешняя его посадка у двух предыдущих наверное да наверное да потому что раньше по крайней мере власть делала вид что сохраняются какие-то законы были какие-то соблюдаемые процедуры ну например когда человек сидит 15 суток и ему грозят следующие то между сутками должно быть ну какое-то время на свободе не подряд так как получилось у павла 5 по 15 75 суток причем все практически в карте на окрестина в минске а потом его сразу когда мы 21 уже 20 августа ждали что 21 заканчивается срок последние 15 его освободят надежды честно говоря было так 50 50 вечером позвонил следователь и сказал что возбудили уголовное дело как и на следующий день его перевели на владарку каким образом потому что павел был задерживаться не ошибаюсь 7 июня за два месяца до президентских выборов это не пустые славе Живи, Беларусь! Нет! Живи, Беларусь! Нет! Живи, Беларусь! Нет! Отпустите его! То, что называется массовыми беспорядками, то есть народное волнение, начались после 9 августа. Каким образом Павел мог оказаться их организатором? Во-первых, 293 статья, часть вторая, там не как организатор звучит формулировка, а как участник. Тем более. Ну, да, да. То есть вот этот фарс, вот эта трагикомедия, которая сейчас есть в нашей жизни, она, к сожалению, каждый раз просто... Ну, ты понимаешь, что ты живешь в абсолютно бесправном положении, что законы в государстве не работают. Они касаются своей жесткой стороной, карательной стороной только населения, только людей. А что касается другой стороны, которая как раз и нарушает эти законы, то там только награды. Я понимаю, как тяжело это слышать матери и спрашивать у матери по поводу того, что Павел сейчас в эту посадку пытался вскрыть себе вену, находясь в тюрьме. Почему он это делал? Я когда это услышала, я не могла поверить. У меня протестовало все нутро. Я знаю, Павел верующий человек. Он не мог этого просто сделать. Я ругалась, кричала, ругалась журналистами. Я говорила, этого не может быть, что-то вы не так поняли, вы снова извращаете. Потом, когда я поговорила с людьми, я разговаривала с... Позже, уже несколько дней прошло после вот этой информации, я поняла, в чем дело. Дело в том, что одновременно практически с Павлом, там через какое-то время задержали Олю Николаевич. И Павел из-за дверей карцера слышал голос Ольги, он давно ее знает. Они знакомы, они и по защите Куропат знакомы, по взглядам совпадают, уважают друг друга. И он услышал ее голос, она кричала. И Павел стал стучать в двери камеры, что отпустите женщин, делайте со мной что угодно. Ну и, наверное, вот от этого отчаяния он... Вскрывать ему вены было нечем. Он... Там шершавые стены, я бывала на Ивесе. Ну, пришлось мне так в моей жизни. И стены там такие бугристые и очень шершавые. И я просто представляю, какую боль мог испытывать человек, который методично обдирал себе руки об эти стены для того, чтобы до вен добраться. Это не так просто. Ну, вот такое и было. Потому что он предупредил, что он вскроет сам в знак протеста. Это не был шаг отчаяния, невыносимых условий. А условия были невыносимые. Ой, вы знаете, когда 14-го в день матери меня взяли и пытались закрыть на ИВС в Витебске здесь, я находилась в УРВД Первомайского района города Витебска. Меня посадили в бокс. Это высокая метра 3-4 где-то такой колодец каменный с очень ярким светом и две лавки по бокам. Три невеликих маленьких шажка в одну сторону вдоль и где-то два вот между маленьких шажка, между этими лавками. Я сидела с четырех дня до 16, до половины второго ночи, пока за мной не приехали. Они приезжают за теми, кого задержали по ночам, как в 37-м году. Я человек очень деятельный. И для меня вот эти часы, проведенные в колодце, это была адская пытка. И вот я на следующий день, когда меня забрали врачи, сказали, что мы ее тут вам не оставим, человек может погибнуть. У меня был гипертонический криз. Вызывали скорую дважды, и уже на второй раз они меня забрали. И потом мы вас не повезем в больницу, ковид там везде полыхает. Мы вас отпустим, но сделаете то-то, то-то, то-то. Они меня накололи, нашпиговали уколами, и я добралась домой. Я дома рыдала, меня трясло, потому что я представила, я сразу подумала про сына. В каких условиях 75 суток человек находился? Вы виделись со своим сыном с 7 июня? Нет. Я написала уже, получила даже два ответа. Два было, не просьбы, а я требовала. Два требования было о свидании. Я послал жениться, но не верь, не бойся, не проси. Это у нас с 98-го года, когда нам дали с Павлом свидание на Баладарке там же. И когда мы сидели вот так, руки на стекла, и говорили тарелку внизу. Такая связь, вот такой способ связи. И голова, я только видела, обритая на лысо голову сына, 21 год ему тогда было. И мы вот так вот в эту тарелку говорили, и изредка я могла поднять глаза, чтобы взглянуть на него, так оценить, как он выглядит. Ну, это, конечно, тяжело. Этот раз нам не дали никакого свидания, сказали, нет оснований. Но я хочу не попросить, я потребую у них объяснения. Каких таких оснований нет встретиться мне с сыном, которого я не видела, 7 июня. Вы удивительную вещь сказали. Для меня очень удивительно, что взгляды Павла во многом совпадают со взглядами, например, Ольги Николаевичей из партии, из другой партии совершенно. То есть я просто все время наблюдаю сейчас несколько месяцев за тем, что происходит в Белоруссии, и вижу, что люди, в общем, разных убеждений и разных взглядов считают себя единомышленниками, сторонниками, и между людьми нет дискуссий по поводу идеологии. Абсолютно. Абсолютно, потому что для нас сейчас одно главное. Главное – свергнуть диктатуру. Ведь у нас сейчас искусственно, как бы там ни было, да, оппозиция, люди, которые хотят перемены, они объединились вокруг одного. Есть Беларусь, есть свобода, есть независимость. И есть другая часть, подогреваемая снизу властью, противопоставляемая тем, кто убежденный сторонник перемен. И вот, понимаете, вот эти люди, можете себе представить, до какого маразма они доходят? Когда мы шли 6 сентября в марше, я по мере возможности выходила, конечно, на все марши, ну, соответственно, потом получала суды, штрафы и так далее, и задержания. Вплоть до того, что если проходили мимо дома, сбрасывали пакеты с мочой на головы идущих колоний. Это в Витебске? В Витебске. В это страшно поверить. Я была на суде у девочки, которой это попало на голову. И она об этом тоже рассказывала. Это уму непостижимо. Нам вот так показывают, когда встречают. Орать начинают, брызгать слюной. Конечно, это немного. Это часть людей, которая осталась еще в Советском Союзе, очевидно. Которая боится перемен панических. За что взяли, не формально, не что предъявили, а неформально, по-настоящему, за что взяли Павла 7 июня? Одновременно ведь выкосили очень многих лидеров оппозиции. Николай Статкевич, Сергей Тихановский. И, собственно, Павел были одними из первых в этой плеяде. За два месяца до выборов. Чтобы что? Почему их взяли? Вы знаете, дело в том, что Павла Николая Статкевича давно, очень давно, власть знает как уличных бойцов. Как людей, способных поднять людей на протесты. И поэтому, когда Павел стал выходить на пикеты, говорил в микрофон людям, и люди говорили, стало понятно, что он заводит людей и подогревает это. И, естественно, поняли, что, а, не только же Тихановский, да, тут же и Северинец. Пусть он там ушел с процедуры праймерис в свое время, но с первого раза, с первой встречи практически, он был одним из самых популярных политиков. Лукашенко сам сказал, когда народ мне скажет, сихоть, я седу. Так давайте зараз, хором, тройче скажем ему. Зараз живый эфир, куча стримов. Я переконанусь, что ему покладут это на стол. Сенеш. Лукашенко! Сырьмой! Лукашенко! Сырьмой! Лукашенко! Сырьмой! Верим, можем, переможем. Живи, Беларусь! Живи! Живи! Павел Северинец – политик консервативных взглядов. Ему не одобряет феминизм, он не одобряет ЛГБТ-движения и так далее. Политик консервативного толка. Скажите, а для него приемлем президент Беларуси – женщина? Павел, я хочу, чтобы вы поняли это раз и навсегда. Извините, что я так говорю. Категорично в этом плане. Потому что мне уже надоели разные толкования, толкуют кто как хочет. Я знаю. Павел любит людей и абсолютно придерживается того, что он не имеет никакого права вмешиваться во взгляды кого бы то ни было. Единственное, что не принимает Павел и против чего он предупреждает – в пропаганде. В пропаганде вот этих принципов течения и так далее. Ему трудно согласиться с мама, с родитель номер один, родитель номер два, так как и мне. Я этого никак не понимаю. Это неестественно. Ну так президент – женщина, президент – женщина, это… Поэтому президент – женщина. Если возвращаться непосредственно к вопросу, а почему бы нет? А почему бы нет? Абсолютно нормально Павел к этому относится. А сколько раз за последнее время вас саму задерживали? Сколько раз вы были в ВВС или в каких-то боксах, стаканах? Ну, по крайней мере, у меня прошло уже три суда. У меня уже… Это по новой. Это не считая лета и зима. Там у меня было 160 базовых единиц штрафа. Там меня не держали, никто не задерживал. Я все-таки, у меня уже седьмой десяток, мне 66 лет. А вот сейчас, за эти последние два месяца, с сентября-октября, у меня три протокола, у меня 80 базовых единиц штрафов. А вообще меня задерживали с 2006 года. Вот с того момента, когда я подняла флаг… Тот самый флаг? Белый-красно-белый? Да, конечно. Конечно. Я его вытащила из-под ног ОМОНа, и я сумела его… Ну так, сумела его спрятать, но меня тогда рассматривали в Следственной комитете. Я украла весь дом. Как вы думаете, когда вы сможете обнять своего сына? Когда мы победим? Не раньше? Не раньше. Вряд ли. Вряд ли. Я буду добиваться, я буду требовать, я буду предпринимать все возможные меры для того, чтобы увидеть его раньше. Но я просто знаю, что я не увижу раньше его, чем мы победим. Поэтому здесь и мое участие, и участие моих детей, дочек, внуков, оно – это маленькие шажки к этой победе. Я очень в это верю, очень надеюсь. Очень надеюсь. А вам не хочется иногда бросить все и уехать? Нет. Нет. Но это моя земля. Нет. И Павел этого никогда не сделает. Это только если его возьмут так, как Тихановскую или Олю Ковалькову, и выкинут из страны. Понимаете? И то он, наверное, на границе сделает то, что сделала Маша Колесникова. Порвет пасту. Павел, не был на встрече с Лукашенко в СИЗО? Нет. Нет. А вы не знаете, его звали? Нет? Ничего он про это не писал. Он об этой встрече, он писал в письмах, что он об этом читал. И воспринял это как издевательство, как такое очень подлое, иезуитское. Конечно, осмеяние. Привет. Ну вот я захотел, я к вам пришел. И будьте благодарны. Вы не чувствуете себя матерью заключенного? Ваш сын все время сидит. Понятно. Я тоже много занимаюсь тюрьмой, и не считаю это стигмой. Никак не считаю. Но, наверное, есть вещи важнее поддержки борьбы? Я горжусь своим сыном. Я никогда не испытывала стыда по поводу того, что мой сын заключенный. Только гордость. Я знаю, почему он страдает. У него высокие цели. И да, я не допускаю, я не думаю о том, потому что если я начинаю думать о том, как он там, что ему болит, а я знаю, что ему может болеть, я просто сплачусь, понимаете, я просто сплачусь. У меня уйдут все силы, а они мне еще нужны. Я хочу дожить, я хочу обнять своего сына. Как вы думаете, как все ускорить? Как добиться освобождения политзаключенных? Здесь, конечно, надежда и на Европу, и на Европарламент, на то, что я понимаю, политика, дипломатия – это очень тонкие инструменты, но иногда они настолько тонкие, что рассматривать действия этих инструментов нужно под лупой. Иначе ничего не заметно. Но Европа – это Европа. Это прежде всего белорусы сами. Это по-прежнему… Я не могу подвергать себя опасности быть завтра же арестованной с предъявленным обвинением к призыву к разным. Массовым беспорядкам и так далее. Я просто знаю, что вот те марши – это колоссальное давление на Лукашенко. Колоссальное давление на его нервную систему. Прежде всего, зависит от нас, естественно. Но поддержка колоссальная, которая идет, вот это белорусов, да. Мне сегодня прислали видео из Египта, где белый-червоно-белый флаг прикрепили камнями к дну моря. Знаете, как прекрасно. Поддержка – это всегда очень-очень важно. Как заключенным письма необходимы, как воздух в камерах, так и вот эта поддержка, она необходима народу, необходима людям. Не только восторг. Ах, белорусы необыкновенные, помогите нам, поддержите. А из-за границы можно писать? Из-за границы можно писать письма белорусским заключенным? Да, конечно. Писали. Павлу всегда писали, было очень много писем, да. А скажите адрес. 22.00.30. Улица Володарского, 2. СИЗО номер 1. Камера 101. Город Минск. Северинцу Павлу Константиновичу. Живи, Беларусь. Живи, Вечно. Живи. Живи. Субтитры создавал DimaTorzok